ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Это Такая Жизнь. Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам. В народной сказке про лесу с ледяной избой и зайца с берестяной все просто. Хитрая лиса обманным путем завладела чужим домом и прогнала зайца прочь. Впрочем, такие истории происходят и в реальной жизни. Сдать в аренду квартиру на полгода и не без оснований опасаться, что квартиросъемщики присвоят ее себе – вот где заканчивается сказка и начинается суровая реальность. Впрочем, не так страшен их квартирант, как его новые соседи. О войне на лестничной клетке. Максим Иванов. Эта история наделала много шума. Нет ни в стране, ни в крае и даже не в городе. В отдельно взятом подъезде – одну из обширонских малоэтажек. Впрочем, обо всем по порядку. Звонок в редакцию такой жизни поступил утром. Женщина на том конце провода сообщила – она не может попасть в собственную квартиру. Квартиранты, мол, сделали ремонт без ее ведома, сменили замки и якобы пытаются отобрать жилье у беспомощной женщины. Такая жизнь спешит на помощь. У старенького трехэтажного дома в Обширонске мы застаем звонившую нам женщину. Рядом ее дочь и внучка. Нашу собеседницу зовут Лилия. Она инвалид третьей группы. Соседка Лилии по лестничной площадке предложила заключить договор аренды жилья с ее родственниками, которые приехали издалека. Лилия уезжала на семь месяцев. На этот срок стороны и заключили договор. Пункты стандартного документа, которые они посчитали ненужными, перечеркнули. Продолжать интервью было невозможно. Со всех сторон нас атаковали женщины. Кто они, мы долго не могли понять. Первое, во-первых, она нас чисто по-человечески сильно достала. Маша, подожди, мы уже устали от ее лжи. Вот, понимаете, мы уже устали от ее лжи. У нее трое детей. У нее ни одного благополучного ребенка нет. Вот, например, женщина в дорогой шубе не может взять в толк, почему инвалид по слуху Лилия не устраивается на работу. Адама в розовом решила оценить нравственный облик нашей героини. А почему мы не должны говорить? А почему она говорит о вас, кто вы такая? Мы с ней не подождаем, потому что мы ее долгов не делаем по квартирной плате. А у нее долги вечные. Это не имеет. Не имеет. Да, мы не будем. Вот, смотри. Но леди в красном делает более серьезное заявление. Мы сейчас в вашем присутствии хотим ей сказать, что если она селится в квартиру и не будет платить за коммунальный СЖ, Лилия, у нас ТСЖ, мы не собираемся обслуживать ее жилье. Если она не будет, мы будем ставить вопрос о ее выселении. Народный суд, который никто, к слову, не созывал, постановил. Действия Лилии неправомерны. Срок договора не истек, а значит, выселять квартирантов она не имеет права. Даже несмотря на то, что последние без ведомых хозяйки поменяли замки и сделали ремонт. Она имеет полное право в одностороннем порядке разорвать договор, поскольку они нарушают правила проживания. Послушайте, я знаю прекрасно свои права. Я имею право высказаться. Они без ее ведома сменили замки в квартире. Они не имеют никакого права. Они не имеют вопрочить сюда. Становится понятно, здесь собрались все, кроме квартирантов. Появилась женщина в синем. Представилась той самой соседкой, которая сняла квартиру Лилии. Эта женщина по интернету нашла друга юности, связалась с ним и решила к нему уехать. Квартиру она сдавала. Она искала, кому сдать квартиру. У меня должен был приехать племянник сюда. Я говорю, Лилия, ну давай я у тебя сниму квартиру. Лилия вернулась раньше обозначенного в договоре срока. Но открыть дверь своим ключом уже не смогла. Соседка пояснила, на время аренды она единоличная хозяйка квартиры. Я хозяйка этой квартиры по договору. По договору. Я говорю, почему посторонний человек должен прийти в любое время и открыть замок и зайти в квартиру? Я говорю, этого не будет. Именно поэтому она решила поменять замок. Но выдать дубликат ключа владелице квартиры посчитала излишним. Я решила выключить свет. Я вот это открыла. Вот это открыла, просто выключила свет. Там щелкается. В квартире? Да. Чтобы они вышли из квартиры, чтобы сказать, что я вам деньги, вы мне давайте ключи. Они не открыли дверь. Лилия считает, что она может лишиться своей квартиры. Ведь все документы на жилье находятся за этой дверью. Она хочет мою квартиру. Потому что невестка, с которой вот здесь живет девушка с ребенком, она сказала, что это ее квартира. В приступе отчаяния Лилия даже попыталась выкрасть ключи. Дверь вот так открыта. Вот так дверь открыта. Я ключ вытаскиваю. А она сзади с ребенком налетела на меня. Схватила когтями, всепилась. У меня даже кровь была. Всепилась вот так вот. Тем временем на лестничной площадке все еще продолжались жаркие споры. Они прекратились, когда у подъезда появились люди с автоматами наперевес. Кто вызвал полицию? Женщина в красном, в розовом или в дорогой шубе? А может быть сама Лилия? Никто так и не признался. Что случилось? Здравствуйте. Женщине подойдите и спросите. Вы определитесь, вы вызывали. Все молчите. Но через минуту участковый пожалел, что женщины заговорили. Задя тяжело. Подождите, дайте я продать. Вы кричите на одну руку. А вы на вторую руку. Подождите, дайте я зачитаю. Вы думаете, она с мамой живет? Женщина, вы вообще кто? Полицейский поинтересовался, почему в конфликте не участвуют люди, живущие сейчас в квартире. А где хозяева сами? На работе. У хозяйки? Позвонить можно? Нет. Квартиры нигде нету. Он на производстве. Где на производстве? На производстве. На каком производстве? На своем производстве. А супруга? А где он работает? Вы загадками не отвечаете. Не буду я вам говорить, где он работает. Это секрет. Секрет. Военный завод. Военный завод. Где? Может, он террорист. Террорист. Наконец, квартиросъемщица согласилась пойти на мировую. Она пообещала, что уже завтра квартиранты съедут и вернут ключи хозяйке. А участковый полномоченный отправился спать после подавления бабьего бунта. Максим Иванов, Евгений Береснев. Такая жизнь. Обсуждение этой и других тем читайте в бесплатной газете «Ва-банк» в Краснодаре каждую субботу. Смотрите в нашей программе завтра. Гульнуть, как в последний раз. Дефиле в маскарадных костюмах, хоровод вокруг елки и салат одиночества. Такая жизнь увидела, как старый Новый год встречают в доме для стариков. Об этом завтра в 8 вечера, сразу после программы «Факты». Это была «Такая жизнь». Мы ждем вашей истории по телефону в Краснодаре 254-22-33 или на адрес live9tv-sobaka-mail.ru. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»